Вы такие же оценки проводите, да, размер с подракой? Ну, не совсем, значит, как сжимающая система, понимаете, там, здесь же все-таки дробная размерность, а там об этом ничего не говорится. Не от дома? Да, не говорится. Там как раз вложение в степени 2К гарантируется. Какие еще? Скажите, пожалуйста, два отрака? Да, конечно, два отрака. Это надо придумать функцию и провести соответствующий оценку. Это технология, безусловно, такого типа. Там у него в отракторе говорится, там через неподвижные точки оценки. Ну, нет, через неподвижные точки мы получаем оценку снизу, а нам нужна еще оценка сверху. А оценку сверху нужно придумать снизу, которая делает эту оценку. И такое, как правило, именно вот это значение получается, как оценка сверху. Но заранее, вообще-то, это неизвестно. Ну, у него в отракторе говорится только так? Ну, да, да. Я училась в любой технологии. Я знаю. Ваши результаты? Ваши результаты? Качественные? Ну, вот качественные результаты, я понимаю так, что если удастся доказать, что есть хаос в таком роде системе, то это значит, что система хищных-жертвы, а то мы сейчас пытаемся добавить еще разными членами, еще разными нелинейностями, чтобы хоть как-то это все соответствовало экспериментам. И без того, да. То есть, надежда на то, что можно перейти в дискретный случай, потому что если микробы в нутрерывном случае это нормально, то уже для рысей в нутрерывном случае это уже как-то надо объяснять. Или там какое-то запасывание. Ну, в общем, эти дискретные системы, мне кажется, что в этой ситуации они более понятны, когда строится модель. Можно так понимать, что дискретизация на самом деле не просто технический прием, а это качественное? Ну, вот понимаете, я не знаю, я отвечу немножко не совсем на этот вопрос, вот физики, они вообще ребята такие лихие, они ничего не доказывают, но все придумывают. И они говорят так, что берем какую-нибудь простую систему, смотрим на то, как ведет ее аттрактор, и видим, что он такой же, как у сложной системы. Давайте мы эту сложную систему будем моделировать вот этой простой, посмотрим, что получится. У них есть армоль, да. У них есть эксперимент, с помощью которого они всегда контролируют право или нет. У нас эксперимент-эксперимент нам надо доказывать. Понимаете под хаосом? Вообще, каждый понимает, каждый понимает, каждый понимает это слово в меру своей испорчи нас. Нет, просто я уточню вопрос немножко, можно? Значит, речь идет о дробной разместности, но оценка снизу, она как бы не гарантирует, что она ничего не гарантирует. Дело в том, что всякие вот эти вот оценки, они, так сказать, получались из некоторых предположений, что есть инвариантная мера там, что и так далее, и так далее, так сказать. Это через оценку Липуновских показателей. А вы как-то из ничего это, так сказать, получаете? Нет, симгулярная размерность, симгулярная, симгулярная, вот, Липуновская размерность, она вполне как Липуновские показатели. То есть, вполне как Липуновские показатели. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...